так значит пока у нас дверь сейчас уже снята для начала нам надо показать вам как она висела чтобы было понятно как ее снимать наверное возникнут вопросы дверь то уже снята а как же она снималась как она висела на чем сейчас мы это покажем значит вот внизу внизу стоит вот такая пластмассовая вот такая пластмассовая крышка которая крепится на двух болтиках болтик вставляется вот сюда вот в эту дырочку вот так вот болтик вставляется в эту дырочку и привинчивается соответственно вот сюда то есть два болтика слева и справа вот справа и слева эта крышка держится на двух болтиках обратите внимание что болтик чтобы вывернуть он имеет вот такую шестигранную потайную головку поэтому чтобы болтик вывернуть нам надо иметь набор вот таких шестигранных ключей обязательно и так это нижняя часть это нижняя часть с чего мы начинаем работать вообще для того чтобы снять дверь значит нижняя дверь нижняя дверь вот она нижняя дверь холодильника она имеет сверху и снизу там вот такие пазы значит она соответственно внизу одевается на вот этот штырь и занимает вот это положение вверху это дверь вверху это дверь также фиксируется на штырь вот таким вот образом то есть дверь сначала ставится ставится на низ потом ставится наверх и прикручивается вот этот кронштейн соответственно снимали мы в обратном порядке сначала открутили вот этот кронштейн потом сняли дверь и убрали верхняя дверь снимается 1 потому что чтобы нам снять нижнюю дверь надо сначала снять верх соответственно верхняя дверь она одевается на вот этот самый штырь внизу а затем затем вверху вот здесь вверху прикручивается аналогичным кронштейном вот он вот так вставляется в паз двери и сверху точно также прикручивается двумя болтиками с помощью шестигранного ключа а для того чтобы к этому кронштейну получить доступ нужно снять вот эту вот крышку крышка она снимается очень легко дверь при этом естественно стоит на месте еще когда снимаем эту крышку значит эту крышку мы снимаем 1 1 просто открываем дверь холодильника и отворачиваем два шурупчика вот видите дырочки вот они дырочки вот она раз вот она раз дырочка и вот там вторая такая же дырочка с того края вот она вот она итак мы видим что нижняя часть нижняя часть после того как снята пластмассовая накладка пластмассовый бампер вот этот мы видим что здесь есть два кронштейна вот один кронштейн и вот второй кронштейн значит сейчас штырь на котором висит дверь находится с правой стороны для того чтобы дверь висела открывалась здесь этот с той стороны значит мой этот штырь должны отсюда переставить на вот это вот отверстие на самое крайнее отверстие здесь дело в том что этот штырек он крепится внизу сейчас я попробую показать он крепится внизу на гаечку вот она значит когда мы эту гаечку начинаем крутить для этого нам нужен вот такой ключ с головкой вот когда мы эту гаечку начинаем крутить то штырек у нас естественно начинает проворачиваться не знаю как на других экземплярах холодильников но на конкретно нашим удержать этот штырек от проворачивания при помощи пассатижей вот так не удается гаечка сидит на пружинной шайбе поэтому чтобы свернуть гаечку этот штырек нужно захватить чем-то очень очень крепко пассатижи здесь нам не помогли поэтому придется использовать другой ключик вот такой вот ключик вообще говоря это ключик используется в основном сантехниками это один из самых маленьких ключиков водопроводных или их еще называют газовые ключи разводные поэтому с помощью этого ключа мы сейчас вот так попробуем зафиксировать удержать этот штырь и с помощью вот этой шестигранной головки его откручиваем вот результат откручивания штыря вот здесь был штырь вот так вот он стоял вот он значит внизу шайба вот она шайба и гайка самая обычная гайка так значит теперь этот штырь нам нужно поставить вот сюда налево налево на самую крайнюю на самую крайнюю отверстие снизу 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 навернуть гайку предварительно положив шайбу для этого мы воспользуемся тем же самым ключом и сейчас мы это проделаем и покажем вам результат штырек стоит на месте на месте на левой дырочке на левом отверстие теперь нижняя часть подготовлена для установки двери так теперь мы переходим к следующему вопросу как нам сюда вешать дверь и так дверь у нас изначально висела вот так как она стоит то есть на вот этих вот отверстиях и соответственно за вот эту ручку открывалась она вот так вот так открывалась теперь нам надо ее перевесить чтобы она открывалась в другую сторону так теперь следующая задача снять ручку холодильника потому что когда дверь будет открываться висеть открываться в эту сторону соответственно ручка у нас должна быть не здесь а вот здесь поэтому поэтому сейчас нам нужно снять ручку для этого что мы делаем значит здесь ручка держится на вот этой защелки вот и должна сдвигаться в эту сторону вот вот здесь вот вот здесь вот в ручке вот она видно здесь нужно надавить надавить тогда ручка начинает с этой стороны сниматься вот она может не сразу сниматься потому что тут прикипевший мусор попадает значит теперь когда мы с этой стороны ручку сняли теперь мы ее можем аккуратно снять с вот этой вот защелки сдвинуть вот вот она защелочка вот она она вот одевается сюда одевается на вот этот паз вот таким вот образом вот все значит это накладка накладка вот она как выглядит накладка ее надо помыть вот она не сразу отщелкивается из-за попадающей грязи вот этой теперь дальше уже проще дальше надо отвинтить вот этот шуруп вот этот шуруп и вот этот шуруп и ручку мы сейчас снимем вот ручка вот два шурупчика вот они два шурупчика вот ручка снята вот так и соответственно вот как у нас выглядит то место где она сидела вот один шуруп а второй шуруп был вот здесь вот соответственно когда ручка будет перевешена на ту сторону то этот шуруп вернется вот уже вот в эту дырку а вот эта дырка останется свободная точно также вот сюда вот надо будет поставить заглушку с той стороны с той стороны вот эту заглушку вот она вот эту заглушку с этой стороны надо будет снять и переставить сюда вот а теперь аналогичным образом нам надо снять ручку вон ту у 2 двери у двери холодильного отделения это было у нас дверь морозильного отделения теперь на двери холодильного отделения нам надо точно также снять вторую ручку так все аналогичным образом мы сняли ручку на 2 двери вот она снятая ручка вот она вот винтики металлическая пластинка под одним винтиком которая была и вот значит то что было под ручкой так теперь нам нужно подготовить все для навешивания нижней двери значит как мы показывали вот этот нижний бампер был здесь вот этот штырь вот этот штырь был вот здесь теперь штырь у нас переставлен сюда соответственно вот эта заглушка которая была вот здесь она теперь встанет на вот это место значит сейчас мы ставим сюда эту заглушечку вот она вот опа поставили теперь мы этот бампер ставим на место и теперь с помощью вот этих вот болтиков и вот этого вот шестиграничка вот так вот шайбочки на болтики одеваем болтики надо вставить вот здесь дырочка вот она вот она дырочка значит болтик мы вставляем туда и с помощью вот этого шестиграничка мы этот бампер прикрутим все вот мы прикрутили бампер держится крепко и теперь можно будет примерять дверь только сразу нужно сказать что здесь должны быть шайбочки шайбочки которые регулируют высоту двери поэтому здесь внизу должны стоять вот одна тонкая шайбочка одна вот такая потолще одна еще одна тонкая шайбочка вот теперь на вот этот вот бутерброд тонкая потолще вот они три шайбочки да вот они три шайбочки 1 совсем тонкая 1 потолще 1 5 тонкая вот мы теперь на эти шайбочки Будем примерять дверь по высоте Если что, то мы будем подкладывать На верхнюю дверь точно придется с шайбочками придумывать Здесь у нас стоят три шайбочки уже внизу Сейчас мы их только что поставили Сейчас будем примерять дверь Но сразу надо подготовить и крепление сверху Нам нужно вот эти две заглушки отсюда вытащить Сюда будет крепиться кронштейн И переставить их вот сюда Заглушить те отверстия, где кронштейн стоял раньше С правой стороны Значит, вот отсюда мы заглушки переставляем вот сюда Для этого мы воспользуемся ножиком Чтобы эти заглушки вытащить Вот заглушки Раз И вот вторую я ее тоже уже подцепил Вот два Вот они заглушки Все Эти заглушки мы переставляем вот сюда Раз И два Вот они Ну, если, допустим, будет плохо держаться Вот это, я смотрю, не очень хорошо держится Вот эта, вот эта вторая хорошо держится Вот эта держится не очень Может быть, нам ее поставить Нет Ее надо просто чуть разжать Вот здесь вот она Вот Ее чуть надо разжать вот так вот Ножиком Чтобы она Вот так чуть разжать ножиком Вот сейчас, к сожалению, не хватает рук Вот Вот так вот мы ее сейчас чуть разожмем ножиком Да Вот она имеет тут прорези И она тогда у нас хорошо, спокойно встанет Вот заглушечка разжата И теперь она сюда встанет уже Во, плотненько Прекрасно Прекрасно Две заглушечки стоят Слева у нас Слева у нас отверстия свободны И сейчас мы будем примерять дверцу Сейчас мы будем примерять дверцу Только на дверце Нам, соответственно, тоже надо вытащить вот эту заглушечку И внизу такую же Поскольку мы перевешиваем ее Значит, эти заглушки с этой стороны Мы поставим сюда Заткнем те пазы Под петли, которые раньше использовались Для этого мы точно так же возьмем ножик Ножик И с помощью ножика Вытащим эту заглушку Сейчас, ну, поскольку Не хватает рук Сейчас я это проделаю Вот, я подковырнул заглушечку ножиком Вытащил Вот так она выглядит Вот она Вот здесь она была Сейчас мы ее отсюда вытащили И переставляем вот сюда Вот, все Чудненько И теперь то же самое Проделаем с нижней стороны Но это мы уже сейчас снимать не будем Так, вот сейчас мы поставили дверь На нижнее крепление Сверху прикладываем кронштейн Как он будет Примерно вот так Здесь вот тоже надо будет Шайбочку подложить Вот сюда вот Сейчас мы ставим кронштейн Как он будет Вот примерно дверь будет вот так И теперь при помощи Фломастера Смотрим, как вот здесь у нас Резинка Как у нас резинка Значит, насколько она у нас Перекрывает Ну, в принципе, перекрытие вроде есть Вот, видно Но, может быть, я бы снизу подложил бы Все-таки еще одну шайбочку Сейчас мы попробуем это сделать Так, мы сейчас временно пока Посадили кронштейн на один болтик Чтобы примерить Видно, что вот здесь надо будет подложить шайбочку Здесь есть расстояние под шайбочку И с помощью фломастера провели вот эту черту Вот Чтобы посмотреть Насколько Насколько у нас перекрытие Вот открываем Смотрим Ну, вот Вроде перекрытие Перекрытие Резинкой Морозильной камеры Вроде как бы есть Потому что, если перекрытие будет маленькое То здесь будет подсасывать воздух Так, вот смотрим Как бы дверь Вроде закрывается Дверь вроде закрывается Так, теперь надо вот здесь Подложить шайбочку Чтобы уплотнить А может быть даже две шайбочки Шайбочек, естественно, нам не хватит Поэтому шайбочки мы будем вырезать И у меня где-то здесь была пластмассовая деталька Из которой мы будем шайбочки вырезать Я ее сейчас найду и покажу Так, мы прикрутили кронштейн Уже на два болта При прикручивании он немножко имеет Небольшую степень свободы Поэтому при прикручивании мы регулировали Чтобы дверь у нас встала более-менее По нашей зеленой черте Чтобы у нас было перекрытие Так, это мы сделали Дверь вроде открывается-закрывается И теперь вот на эти болтики Поставим вот такие заглушечки Вот они Раз Тоже заглушечки Надо, наверное, как-то поджать Или, может быть, на герметик посадить Потому что Потому что они сваливаются Надо будет что-то под них подложить Или герметик Или что-нибудь еще Вот одна более-менее плотно Вторая совершенно свободно гуляет Поэтому надо что-то будет под нее сейчас подложить Так, теперь нам надо изготовить Вот такие вот шайбочки Которые пойдут на подкладки Поскольку старые не сохранились Значит, для этого мы используем Вот такой вот кусок материала Вот такой кусок материала От обычной какой-то этикетки Из магазина На нем был что-то типа ценника Так, значит, для того, чтобы вырезать Мы в качестве шаблона Используем вот эту шайбу Обводим ее фломастером по кругу И вырезаем шайбочку А затем с помощью электродрели Затем с помощью электродрели На брусочке Высверливаем вот эту центральную дырку Все, в общем-то, давай Так, наставляем шайбочки Раз Тонкая Толстая Следующая Вот получается Бутерброд из трех шайбочек Мы видим, что здесь не особенно много остается Да, вот остается довольно маленькая высота штыря К сожалению, да Ну вот миллиметров, наверное, что-нибудь 6 Может быть 7 максимум Сейчас будем смотреть Примерять дверь по высоте И глядеть, хватит нам этих шайбочек Или, может быть, даже убавить Так, и теперь по поводу верхнего кронштейна Значит, вот прежнее положение верхнего кронштейна Вот так Значит, если мы его теперь переставляем на левую сторону Мы видим, что вот этот штырь Вот этот штырь Оказывается правее, чем надо То есть кронштейн мы должны повернуть Вот таким вот образом Наоборот Но теперь штырь у нас глядит вверх Поэтому мы его должны отсюда вывернуть И ввернуть с нижней стороны Вот сейчас мы это попробуем проделать Так, вот мы захватили ключом Этот штырек И теперь сдвигаем, сворачиваем Вот Вот Выворачиваем его Выворачиваем Вот Вывернули Вот Вывернули Так Теперь эту пластинку Переворачиваем другой стороной Вот так И заворачиваем его И заворачиваем его с другой стороны Все Вот Заворачиваем с другой стороны И подтягиваем Все Сейчас будем дверь примерять Так Вот сейчас мы поставили дверь И теперь надо смотреть Потому что наверху Очень маленькое расстояние между дверью До вот этих вот регулировочных регуляторов Которые регулируют холод Вот они выступают Вот сбоку Наверное Видно Да Вот они Регуляторы Вот в этих Местах Вот они Регуляторы Ручки Ручки регуляторов Вот Расстояние между ручками И дверью Очень маленькое Надо сделать так Чтоб оно было минимальное Но при этом дверь не задевала Вот она левая петля И вот мы ее уже притянули Притянули Все Когда притягиваем Смотрим чтобы дверь стояла более-менее ровно По вот этому вот зазору По вот этому зазору Вот сейчас видно Что между регуляторами и дверью У нас зазор одинаковый Примерно миллиметра два Значит Когда притягиваем Смотрим чтобы Дверь стояла ровно Вот эта петля имеет Небольшой ход Небольшой ход Вот эти дырочки В петли Они имеют Небольшой ход Для того чтобы ее поставить Выровнять Значит мы это сделали И притянули Вот Дверка Открывается Закрывается Плотненько И ничего Не задевает Это самое главное Так Теперь мы Ставим Вот эту верхнюю часть Значит мы дверку Открываем Дверку открываем И ставим Вот эту Верхнюю часть Сюда Вот Она должна встать Довольно легко Единственное что Одной рукой Мне Трудно попасть В паз Эту мы В пазы Поставили Теперь Вот сюда Шуруп Один шуруп И вон туда Второй шуруп Сейчас мы Это привернем Вот таким Таким вот Образом Осталось поставить Ручки Значит Та ручка Которая была Вот эта На верхнем отделении Вот тут Вот она Была ручка На верхнем отделении Мы ее ставим На нижнее отделение Соответственно Та ручка Которая Была На нижнем отделении Мы будем Ставить На верхнее отделение Вот Ручку Сначала Ставим Вот так И Приворачиваем На два Шурупчика И Пластиночку Сейчас мы Это сделаем Так Вот Прикрученные Ручки На свое место Значит Соответственно Вот эта ручка Которая была Вот здесь Верхняя Теперь она Стала нижняя Это Была у нас Вот здесь Нижняя Здесь теперь Стала верхняя Все Ручки Прикручены Вот Пластиночки Металлические Металлические Пластиночки Здесь Не забыты Поставиться С правой стороны Все Осталось Теперь Только Прицепить Накладки Сейчас Мы это Сделаем Опять Вот Одной рукой Неудобно Вот я ее Одеваю Вот так Вот Накладочку Вот так В пазы И сейчас Здесь Защелкнем Вот Так Ну вот Все Ручки Стоят на месте Защелкнуты Они защелкиваются Очень легко Ставятся Поэтому Я уже Не стал Это снимать Все Все Собрано Все собрано Все на месте Двери Открываются Все Прекрасно Прекрасно Прекрасно